Сколько у тебя сантиметров? 19 Рост Олды моего канала уже лишь только по первому тиктоку догадались, что этот видос будет продолжение старой рубрики на канале под названием Наглые с**танки тиктока Короче, о чем я хочу поговорить? Вообще замечали, насколько мужчине легко выстрелить в соцсетях? Да и в жизни, да? Камон! Я натыкаюсь на какое-нибудь видео, где мужчина говорит абсолютно элементарные вещи по типу Ну, женщину нельзя п**дить Ходишь в комментарии, там просто парад абсурда От женщин, которые пишут что-то типа Спасибо за вашу адекватность Девочки, из-за того, что тип в 21 веке просто адекватно соображает и придерживается нормальных социальных норм Не нужно сразу бежать ему от**ть и падать в ноги, пожалуйста Что вообще с вашей самооценкой и вашими стандартами? С кем вы общаетесь? Потом, из-за вот таких вот низких стандартах, девушки с нормальными стандартами или чуть высокими Маются и не могут себе никого найти Потому что зачем напрягаться, если можно не напрягаться? Ты знаешь, лично я не замечал, как легко выстрелить в соцсетях и в жизни А совсем напротив, замечал, как девушки моей же деятельности становятся гораздо успешнее Да камон, я в ТикТоке находил кучу роликов, где девушка тупо встает раком в нижнем беле под музыку Под такими роликами под 5 миллионов просмотров и полмульталайков Или же вот другой пример, когда девушка выстраивает свой контент исключительно на своей внешке И контент у таких мамзелей состоит только лишь из танцулек Но мы-то прекрасно понимаем, почему их смотрят К слову, в предыдущей части я показал девушек, которые собирали донаты на стримах в ТикТоке И даже была одна особа, которая разводила шейха в прямом эфире на баб И вы бы видели, сколько же девочек мне писало в комментариях, что парни могут так же Нет, не могут, нравится вам или нет, но тянки оказались не такими д***ми, как парни И быстро смекнули, что донатить какому-то челу из интернета за симпотную внешность не имеет никакого смысла Да даже в д***ной индустрии мужики всегда зарабатывают меньше Поэтому аргумент, что мужики могут так же, не канает, шах и мат Как думаешь, у меня есть шанс с тобой? А за пару шекелей Ладно, справедливость ради, за полмульта я бы сам, конечно Ладно, шучу, конечно Или нет Смотря на таких особ, создается впечатление, что вокруг одни ши... Одни... Короче, я лишь хочу сказать, что далеко не все девушки такие Я прямо сейчас буквально помогаю тысячам парней открыть на это глаза Ровно точно так же, как и компания про призыв, которая ежегодно помогает с юридической точки зрения Многим парням отстаивать свои права и на абсолютно законных основаниях при минимальном участии клиентов в максимально короткие сроки получить военный билет Услугами данной компании пользовались многие мои друзья и результатами их работы остались довольны А так как уже буквально через два месяца начнется весенний призыв, в данную организацию рекомендую обращаться заранее, чтобы успеть пройти все необходимые медицинские обследования А по моему промокоду WANPRO37 вам будет доступна в подарок услуга, по которой вам будут возмещены все личные затраты на прохождение врачей Без промокода стоимость услуги составляет 25 тысяч рублей Но учти, что данный промокод действует только до 31 декабря, поэтому не теряй зря время и обращайся к этим ребятам в их группе ВКонтакте Или же можешь оставить заявку на их сайте, где тебя проконсультируют команды из опытных врачей, юристов и менеджеров Ссылочка будет в описании Перед тем, как мы продолжим, я обязан пояснить, что к девушкам я отношусь максимально уважительно Да, кстати, инфа для моих олдов, я, если что, по женщинам Я понимаю, что вы, наверное, разочаровались, думали, что я данжен мастер И вы могли бы купить мою S за 300 бакс Но нет, действительность порой бывает очень жестока Так вот, к женщинам я отношусь максимальным уважением А вот к гламурным созданием пропагандирующей ценности а-ля быть дебалкой за бабки Это круто, не очень Я повидал кучу разновидностей подобных мадамов, но нашлась одна в ТикТоке, которая вызвала у меня особое чувство отвращения Вы постоянно меня спрашивали, как же стать успешным человеком? Как быть такой успешной, как ты? Так, ну, во-первых Кто у тебя спрашивает? Кто тебя спрашивает? Кто тебе пишет? Рассказываешь такую херню, типа, кто тебя что-то спрашивает, рассказывает тебе А во-вторых, ты-то откуда знаешь, как быть успешной? Чтобы стать успешным человеком, нам в первую очередь нужно избавиться от эмпатии Вы спросите меня, как? А я отвечу, очень просто Нам понадобится это гаджет интернета и ютуб Мы заходим в ютуб и набираем 10 часов беспрерывного плача людей Упражнение нужно проделывать несколько раз в день Каждый день стабильно мы тренируемся Наша самая главная цель, это убить в себе все человеческое и живое После этой практики вы добьетесь того, чего хотите и станете успешным Вы научитесь идти по т***ам и по головам Я всем желаю удачи и успеха Да, действительно, навык быть расчетливым человеком без чувства эмпатии И может быть полезен, но я раскрою тебе маленький секрет Для того, чтобы быть успешным в финансовом плане, вовсе не обязательно быть настоящей гнидой В 21 веке, в 22 году при цивилизованном капитализме достаточно удовлетворять спрос наибольшего количества людей Вот так сюрприз, прикинь Мне еще так понравилось, как она в конце так пальцы свела, дескать Демонстрация жеста власти и успеха Обычно его применял Стив Джобс, но он-то хотя бы айфон создал А ты кроме тиктоков так и не сумела ничего вбать Кто-то в комментах, наверное, спросит Саша, почему ты можешь рассуждать о том, как достичь успеха, а она нет? Ты-то сам-то откуда знаешь? Да так, всего лишь твоя мать на ушко нашептала, когда я ее... Ты че, дурак? Некоторые говорят, там, Макдональдс, очень вредная еда, она такая нездоровая А что насчет твоих отношений? Что насчет них скажешь? Насколько они здоровые? Лично с моими отношениями все в порядке Просто по причине того, что их банально нет Запомни, у тебя не будет неудачных отношений, если ты не будешь в них вступать Смекаете? Ред флэг в любом парне, да? Реальный ред флэг, это когда, например, ты только познакомилась с чуваком Где-то в интернете, в инстаграме И он просто начинает кидать тебе свои фотографии Скидывает фотографии себя Ты не спрашивала, ты не просила Скидывает фотографии, где он находится Каких-то видов Просто рандомной фотки Какой-то еды или чего-то еще Ну, я думаю, девочки меня поймут Чел, дурак мне твои фотки Почему я не хочу кидать свои фотографии Какому-то левому человеку Мне это надо Я понимаю, когда вы там уже общаетесь Да, понятно, тем более, если у вас там отношения Ну, нормальное общение Окей, кидать фотографии Да, там иногда можно скинуть фотку Какой-ля неудавшийся блогер Буду кидать рассылку всем, кто не просил И что такого, если челик, знакомый с тобой в интернете Скидывает тебе фотографии Возможно, он просто скидывает фотку Чтобы создать повод для обсуждения какой-либо темы Но нет По ее логике, если парень кидает фото То он автоматически идет Лично я не вижу ничего такого Чтобы скинуть фотку унитаза С надписью Дорогая, я покакал И если в ответ на эту фразу Я получу комментарий по типу Ты что, идиот? То я сразу пойму, что это максимально скучная особа И с ней мне будет абсолютно неинтересно Давайте сразу поясню Зачем я вообще обозреваю этих девок Да, на самом деле так Чисто по приколу Да, я просто вот хочу поделиться Я не знаю, от этого так иногда устаешь От того, когда ты и супер Тебя постоянно хотят И чувство юмора у тебя, да? И красиво Ну то есть вот этот весь груст на себе нести И кто-то скажет легко, что ты жалуешься, да? Нет, это не легко Дабы избавить вас от очередной порции невероятного кринжа Я наложил на это видео другой звук из тиктока И вот что получилось Клава поняла, что она очень красивая жаба Изящная жаба Образец Как по мне, так гораздо лучше Ладно, вас наверняка так же, как и меня, сумела задолбать эта девка Поэтому идем дальше I go to sleep Что, б***ь, так? Вот смотрю я на нее И у меня есть такое стойкое ощущение Что что-то она мне напоминает Единственный нормальный совет, который дал мне мой бывший, это Господи, очередное говно Самое удивительное, что в своих роликах Мадама знатно противоречит сама же себе В каждом новом тиктоке Вот наглядный пример Ты была со мной из-за денег В этом тиктоке она явно намекает, что ей нужен жених с огромным количеством бабла Ну а в следующем тиктоке Ну, впрочем, ладно, вы сейчас все сами увидите Идем на шоппинг? Хватит В смысле? Ставь лайк, если тоже словил передоз кринжа от этого тиктока Я не знаю, что здесь хуже Мега всратая сценка или этот накладной смех, который способен свести с ума даже самых психически устойчивых людей Если все, что она написала, это правда, и ей мама действительно кидает несколько тысяч евро на шмотки То ее прошлый тикток, где она явно выстебывала парня за отсутствие бабок, выглядит крайне нелепо Если у тебя настолько состоятельная семья, то на кой хрен тебе вообще богатый мужик? Саша, ты слишком сильно докапываешься, это же просто д*** из тиктока Да, казалось бы, это всего лишь глупая сценка, хотя они таковой ее вовсе не считают Но через подобные тиктоки они раскрывают свое мировоззрение Я же всего лишь навсего хочу показать вам всю бредовость и инфантильность их мышления Что та самая заветная мечта, что вот-вот прискачет принц на белом коне и решит все мои проблемы А я буду только купаться в роскоши, шопиться и тусоваться с подружками Это не сулит ничего хорошего Поскольку данный тип мышления крайне деструктивный И лично в моем окружении таких представительниц нет Напротив, у меня очень много девушек, которые добиваются карьерных высот своими силами И являются гораздо более успешными, чем большинство моих знакомых парней Кто-то открывает свой бизнес, кто-то работает с крупными брендами одежды Такие мамзели в моем окружении заставляют меня не сидеть на месте Иными словами, они просто восхищают меня А такие девушки только лишь вызывают отб***щение, не более А вот твой лайк и подписка с колокольчика может вызвать у меня знатную улыбку на лице И если под этим роликом наберется целых 10 тысяч лайков, то я... Ладно, нет, я не буду снимать продолжение